Каким образом увеличивать финансовое благополучие? Когда человек катится в пропасть, он должен знать, что это происходит на фоне того, что у него нет или разрушаются концепции. Какие концепции? Первая концепция. Дело в том, что человек живет по принципу. Наслаждение и радость внешним миром и создание внутреннего счастья приводят человека рано или поздно к тому, что он становится богаче. Когда у человека нет цели, когда человек живет просто так, ради одного дня, когда человек не развивается, то надеяться на то, что он будет в дальнейшем богатым или развитым человеком, маловероятно. Всегда надо знать три принципа. Первый принцип – живите ради кого-то. Второй принцип – куда течет любовь, туда текут и деньги. А как заставить близких вообще кого-нибудь вас любить? Поэтому больше с детьми, подарки, заботитесь о ком-то, чтобы любовь в вашу сторону текла. И третий принцип – когда вы рассчитываетесь, когда вы думаете о деньгах, когда вы думаете о бизнесе, через одну минуту или через одну секунду больше об этом не думайте, а думайте о чем-нибудь приятном и хорошем. Все эти три принципа, они максимально быстро могут человеку изменить судьбу, изменить жизнь. Почему не хватает энергии? Очень часто у человека не хватает энергии, потому что он живет бесцельно. Он живет ради выживания. Человек, живущий ради выживания, рано или поздно столкнется с потерей энергии. Как эзотерический человек теряет энергию? Нельзя человеку какому-либо говорить – ты у меня еще получишь, или вот тебе на таблетке, вот я или на кого-то злились очень долго. Это все ставит ментальные программы, они находятся вокруг вас и постоянно выкачивают у вас энергию для того, чтобы навредить другому человеку. Вы уже забыли, а программа еще работает. Как ее сжечь? Обычно такие программы сжигают те, кто работает со свечой. Вот ходят вокруг человека. Но дело в том, что там надо знать момент. Дело в том, что такой свечой можно сжечь не только хорошие программы, плохие программы, а еще и хорошие. А хорошие программы – это любовь другого человека, это когда вас простили, допустим, программа стоит, когда, допустим, вот человек занял деньги, а ему простили. Если сжигать свечой ходить вокруг человека, то вдруг тот человек, который простил, скажет, что это я должен прощать, пусть возвращает. То есть и хорошее, и плохое может сжигаться.